Пролетело лето, наступила осень. Евро 49, доллар 38. Пролетела осень, снег уж посмотри. Доллар 48, евро 43. Пролетел весь снег, лето на дворе. Доллар запретили, евро нет нигде. Такое народное творчество можно встретить на всех просторах Рунета. Однако не все граждане нашей страны смогли разделить подобную иронию. Несколько дней назад, когда евро достиг отметки почти в 60 рублей, многие диванные экономисты вовсю трубили о том, чтобы продавать российскую и закупать иностранную валюту. Мол, рублю недолго осталось. Мы решили узнать у простых саратовцев, как они относятся к подобной экономической проблеме и как она может повлиять на их жизнь. Вы в курсе экономической проблемы страны сейчас? Безусловно, в курсе. Даже я являюсь ее как инициатором. Так как рубль закреплен золотом, потому что у нас есть в Сибири нефтескважины и залежи определенные, то доллар это просто зеленые бумажки, которые ничего не стоят. В принципе, мы выходим сейчас на такой уровень, который позволит нашей экономике стабильно развиваться. И я думаю, если вы выберете меня в депутаты Государственной Думы города Саратова, мы поднимем Россию с колен. Хорошо, как вас зовут? Анатолий. Встречайте Анатолий, новый депутат Государственной Думы от Саратской области. Голосуй. Мы за правду. Да. Вы в курсе сложившейся экономической ситуации в стране? В курсе. Евро и доллар растут, рубль падает. Как вы относитесь к этому? Что вы думаете будет дальше? Ну, не знаю, здесь чуть-чуть тяжело оценивать экономической ситуации в стране, потому что зависит от цен на нефть, от политической ситуации на Украине. Поэтому неизвестно, что будет с этим кризисом в дальнейшем. На вас это как-нибудь отразится? Ну, конечно, отразится. На доходах семьи, на зарплате, на расходах возможных. Вы в курсе сложившейся экономической ситуации в стране? Нет, не наблюдаю. То есть вы не знаете то, что евро и доллары растут, рубль падает? Так. Ну, вот ваш прогноз. Вот сейчас он стоит 59 евро. До скольки ты растет? Давай. Вот, он полней. Да откуда я знаю, я не изучаю ничего. Ну, как это отразится на жизни простых горожан? Да, в принципе, так и будем жить. Евро и доллар растут, рубль падает. Что вы думаете, будет дальше? Я об этом не думаю. У меня недостаточно информации, чтобы на эту тему делать какие-то собственные выводы. Хорошо. Но вы думаете, это как-то отразится на жизни простых россиян? Обязательно отразится. Даже непременно. Обязательно, конечно. Цены растут, но мы живем, и все равно дальше-то жить надо, и куда же деваться. Что будет? Ну, надеемся на лучшее, конечно. Доллар и евро растут. Что вы думаете, будет дальше? Будет печально все. Я так думаю. Хорошо. Как это отразится на жизни простых россиян? Простых россиян? Да. По крайней мере, будет. Как вы думаете, вот на вас это как-нибудь отразит? Нет. То есть вы думаете, что падение рубля ничего не значит? Нет, потому что я школьник, мне вам деньги дают, поэтому не отразится. Николай Горилович, вы в курсе сложившейся сложной экономической ситуации в стране? Ну, а когда мнения всех саратовцев стали известны, решайте сами, оставлять деньги в рублях или в долларах и евро. Ну, а пока я посажу маленький долларовый бонсай, чтобы он рос и распускался. Антон Порваткин специально для РЕН-ТВ.